сегодня наше видео будет посвящено кашпо и моему мнению да и опыту использования его вдохновила на это зрительница спрашивая что у нее есть кашпо красивая фарфор фаянс что можно посадить туда смотрите я стащила сюда немножечко кашпо и показываю что посажены разные виды растений в кашпо вот эти горшки именно кашпо плюс у них тот что вода не проникает и не портит поверхность на которой они стоят вот напольные горшки часто это ковролин паркет и они портятся если вытекает вода здесь такого не случается посаженные смотрите здесь сенсивьерия я показывала спатифилу замеокулькас аглонемы и можете видеть они в принципе хорошо выглядят и хорошо себя чувствует главное в нашем деле это что умеренный полив обязательно в кашпо нужен треть объема дренажа вот и полив только по просушке грунта тут никакого графика не должно быть вот просох грунт лучше поставить туда шпажку проверять сухая шпажка поливаем не сухая не поливаем также кашпо можно использовать как декоративную такую емкость в которую можно поставить технический горшок такой черный коричневый вот они с дренажными отверстиями а в такое красивое кашпо будет сливаться вода почему бы нет это очень удобно я бы сказала что даже очень так ну что вот здесь у нас умеренный полив требуют наши аглонемы они прекрасно себя чувствуют в таких кашпо но там опять таки повторю что треть дренажа у меня здесь пенопласт потому что пенопласт не накапливает себе воду а это такой инертный материал который вот совершенно спокойно можно ложить в таких случаях спатифилум это конечно тот еще водохлебик его приходится поливать изрядной и лишняя вода там у нас в керамзите дренаж здесь керамзит вот он потихонечку отдает влагу может из-за лишней влаги появляться какие-то следы на листьях коричневые но у нас вот он был в какое-то время такое но молодое хороший листик теперь растет без всяких пятнышек еще он очень хорошо цветет но вот неделю назад я насчитала было 15 цветочков еще интересно что он очень ароматный такой душистый это что-то ну следующий герой у нас замиокулькас вот этот красавец шикарный он выше меня ростом но правда вместе с горшком наращивает все время листья но тут видно что он просто пышет здоровьем он тоже в кашпо стоит на ковролине и ковролину и замиокулькасу комфортно но здесь редкий редкий полив и конечно же там большая треть горшка дренажа причем это пенопласт потому что горшок сам по себе не подъемный вот вам еще вариант это мой любимый ящичек шамот глина такая здесь он такой как бы невысокий поэтому я сажусь сюда только растения с такой небольшой мочковатой корневой системой но это вот самая обычная традесканция белоцветковая шикарно здесь зарастает очень легко и просто здесь же еще и плющ вот сажу в такие же ящички они хорошо себя чувствуют опять-таки здесь дренаж но здесь дренаж у меня уже керамзит вот в этом кашпо посажена сансевьерия шикарно себя чувствует хоть и кашпо невысокая но корневой системе там хватает места для развития отлично растет развивается это такой ящичек микс значит здесь у меня суккулентная вот такая композиция это я летом начеренковала красула и пепперомия ну отлично себя чувствует нет никаких проблем ну и последнее это вот такая шикарная меня бегония тигровая с маленькая мочковатой корневой системы вот такие ящички это плюс в общем получается что я люблю как ни странно кашпо до скорых встреч